Полно вам, люди, с себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ведущий Геннадий Малахов. Сегодня я буду рассказывать о том, как приготовить пищевое средство, которое будет укреплять наше сердечко. Очень много людей сейчас страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, постоянно какая-то дряблость, постоянная дряхлость, и не дает человеку полноценно, полнокровно себя почувствовать. Особенно касается лиц пожилого возраста. С помощью чего можно укреплять сердце? Конечно, не с помощью таблеток, а лучше всего с помощью, естественно, пищи. Но встает вопрос, а с помощью какой пищи? Конечно же, с помощью проросшей пшеницы, потому что для того, чтобы сердечко наше работало, необходимы витамины группы В. Будут витамины группы В, причем полноценные, значит, это уже 70% того, что наше сердце будет работать великолепно. Далее, нашему сердцу нужны углеводы. Откуда их взять? Не из сахара и даже не из меда, а лучше всего их взять из абрикос. Абрикосы в это время бывают только сушеные. И они содержат огромное количество различных веществ, особенно калия, который поддерживает сердечную мышцу, сахара, который ее питает. Вот. Значит, можно использовать абрикосы. Но встает вопрос, а какие именно абрикосы? И вот смотрите, я здесь нарочно выложил раз, два, три, четыре вида различных абрикосов, чтобы показать и сравнить, чем они хороши. Вот смотрите, вот эти вот абрикосы, они очень хороши, так смотрятся, но они без косточек, и они такие блестящие, красивые, и даже, можно сказать, несколько жирноватые на ощупь. Это говорит о том, что они обработаны неким консервантом, который их прекрасно сохраняет и придает им такой хороший вид. Естественно, для целебной кулинарии они не подойдут. Просто-напросто. Зачем нам нужны консерванты внутри нашего организма, которые могут тоже сердце, наоборот, загубить? Поэтому их отлаживаем в сторону. Дальше. Второй сорт. Видите, они несколько поменьше, но также мягкие, такие же красивые. И это говорит о том, что они обработаны, опять-таки, особым веществом, которое сохраняет эту красоту, вот все эти качества. Но, тем не менее, оно, это вещество, проникает внутрь абрикос, что не дает им, так сказать, портиться и красиво выглядит, позволяет. Естественно, когда мы их будем употреблять, все это пойдет внутрь нашего организма и надо будет выводить эти вещества наружу. что-то они сделают положительно, а что-то, увы, повредят. Поэтому они тоже не подходят. Другой вид. Абрикос, сорт. Это уже, видите, такие погрубее, с косточками. Вот. Так же они не портятся. Более-менее они высыхают. Ну, так же имеют такой какой-то вот золотистый вид, золотистый такой вот оттенок. И я бы сказал, они получше предыдущих двух, но их я бы так же не рекомендовал использовать для целебного питания, тем более для укрепления сердца. То есть мы их так же отложим и не будем использовать. И вот у нас, смотрите, какие абрикосы. Сушеные. Вот это по-настоящему сушеные абрикосы. Видите, какие они. О! Ничем они не обработаны, они высохли сами по себе. И вот именно там их мы и будем использовать. Видите, они даже ломаются, как камушки. Для того, чтобы использовать, мы их должны размочить. Поэтому делаем подготовочку следующую. Берем абрикосики, помещаем в посуду и заливаем хорошей водой. Залили. И оставляем на ночь. Просто-напросто раз поставили на ночь. За ночь они набухают. Видите, становятся вот такими вот. Их можно размельчать. и именно их мы будем и использовать. Водичку мы слили. И у нас с вами получились вот такие вот красивые абрикосы. Смотрите, насколько они увеличились увеличились в своем размере. Кот замечательный. Итак, что мы с вами будем делать? Мы с вами будем делать специальные котлетки из проросшего зерна с сушеными абрикосами, которые предварительно размочили. Берем проросшее зерно. Вот. Помещаем его сюда на нашу мясорубочку. Примерно где-то три горсточки я взял. Сюда же добавляем, ну, примерно, видите, стаканчик абрикос сушеных, размоченных. И все это мы с вами начинаем перемалывать. Включаем. Тихонечку. Вот. Постарайтесь так перемалывать зерно и абрикосы, чтобы у вас все сочеталось. Порция проросшего зерна и абрикоска. Порция проросшего зерна и абрикоска, чтобы все это хорошенько смешалось. Итак, смотрите, повторяю. Абрикоска, порция зерна. Абрикоска, порция зерна. Мы с вами получили фаш. надо его еще хорошенько перемешать между собой, чтобы все это соединилось. Вот. Перемешали. Теперь мы с вами включаем плитку, на которой как раз и будем поджаривать наши котлетки. Их особо поджаривать и не надо просто подрумянить, чтобы они были более приятны на вкус. Масло лучше всего использовать оливковое. Пускай немножечко нагреется. А тем временем мы с вами сделаем наши котлетки. И, кстати, запомните, я как раз вам сказал пропорцию на две части, на две-три части наших на две-три части проросшей пшеницы мы берем одну часть абрикоса. Если будет больше, то у нашей котлеты будет плохо лепиться. Вот, как видите, сначала у нас пропорция была правильная и масса получилась такая довольно-таки хорошая. А после абрикос больше и получилось, что они стали несколько пожиже. Итак, мы берем с вами ложечку и помещаем. Вот. сюда. Вторую ложечку и также помещаем сюда. Вот. Третью ложечку. Кстати, идет такой вкусный запах своеобразный, такой, знаете, как в детстве ел хрумтушки, сладенькие такие. Ну, посмотрим, что у нас получится. Четвертую ложечку. Так, отодвигаем. прикручиваем. Масло гореть не должно. Ну, и последнюю пятую котлетку. Вот. Так. все. Теперь мы все это с вами поджариваем. Так, масло кипит. переворачиваем. О, подрумянилось. Теперь эту мы с вами берем. Так. Хватили. Опа! Перевернули. То же самое делаем с этой. То есть переворачиваем все котлетки. вот. Запомните, котлетки не должны быть толстыми. Ну, и в то же время не тонкими. Примерно не более сантиметра толщиной. Вот. Так. И, в принципе, они у нас готовы. Долгая термическая обработка здесь не нужна. поэтому мы просто-напросто выключаем. И пускай они еще немножечко постоят и, будем сказать, остынут, подрумянятся. В середине все биологически активные вещества у нас остаются нетронутыми. А корочка вот эта вот подрумянинная как раз нам будет с вами давать ощущение вкуса. И получится и вкусно, и очень полезно. И вот такие вот котлетки можно будет съедать по 2-3 в течение дня. Лучше всего, конечно, в свежем виде сразу же съели через день. и ваше сердечко будет великолепно себя чувствовать. Итак, мы с вами берем сковородочку и вываживаем. Опа! Одна котлетка. Вот она, вторая котлетка. Теперь у нас имеется третья. Так, так. Ох, видите, как она поджарена со всех сторон. четвертая. Опа! Так, ну и последнюю пятую котлетку мы выкладываем. Так, ух ты! Не хочет она. Оп, бля! Вот наши подрумянинные котлетки. Теперь остается их попробовать и сказать, настолько ли они хороши, как я их разрекламировал. Берем ложечку, ложечку мы с вами сейчас помоем и пробуем. Кстати, вот видите, у нас еще есть специя. Вот она, такая специя. То есть, можно добавить горошка, можно добавить куркуму, можно добавить любую другую ароматную жгучую специю, но в небольшом количестве. И они, специи, дополнительно еще сделают наш продукт более таким полезным, целебным. Итак, я пробую, что у нас получилось. Видите, внутри еще мягенькое все. Это говорит о том, что все вещества, которые имелись и в абрикосах, и проросшей пшенице, они еще сохранились. Очень интересный вкус. Приятный, сладкий, абрикосовый, естественно полезный. Немножечко добавим нашу специю, берем мелкую терочку и покнем. А, пошел дух! в принципе много и не надо, чуть-чуть. Все, этого хватит. И пробуем со специями. У нас получилось вкусное целебное блюдо, которое можно использовать для укрепления своего собственного сердца. Также оно будет великолепно стимулировать работу желудочно-кишечного тракта, никаких запоров. Это уже великолепная предпосылка для оздоровления как нашего сердца, так и профилактики онкологии, так и для того, чтобы человек более мощным себя чувствовал. Это же великолепное блюдо в теплом виде, хорошо для лиц конституции ветра, который постоянно мерзнут, им холодно, сушится организм, все это будет противостоять, плюс поднимает потенцию, плюс укрепляет женский организм, это блюдо, лучше всего есть курсами, а именно, ну допустим, вы будете его кушать каждый день по две таких вот котлетки в течение двух недель, после делаете перерывчик с недельку, и дальше повторяете, и особенно его хорошо использовать, знаете, когда? Сердце наиболее слабо у нас в январе, поэтому в январе вот эти вот котлетки должны у вас быть постоянно, на столе, и дальше в марте, апреле, когда испытывается витаминный голод, недостаток витаминов, а вы как раз в организм будете подкармливать полноценными витаминами, это большое дело, можно, конечно, сверху немножечко меда добавить, это уже для деток, чтобы у них им было и вкусно, и приятно, и полезно, то, что можно по-всякому попробовать, кстати, давайте я действительно добавлю немножечко меда, и это будет к тому же очень вкусно, когда мы с вами добавим еще меда, смотрите, много меда не надо, добавляем, вот так вот, вот, хорошо, теперь на эту добавим, это хорошо используют для детей, и, кстати, если говорить о совместимости продуктов, то, смотрите, когда мы проращиваем зерно, оно у нас превращается из крахмала в солодовый сахар, это уже целая, целая ступень пищеварения уже здесь пройдена, то есть облегчается пищеварение, здесь уже у нас нет крахмала, а раз имеется солодовый сахар, то мы с углеводами смешиваем, которые у нас имелись в абрикосах, такие быстро усваиваемые углеводы, вот, и мед, также углевод, поэтому получается, что здесь клетчатка и легко усваиваемые нужные организму углеводы, и так пробуем смену, смену, смена получается великолепная на вкус блюда, значит, лучше разных там медовых пряников и наполеонов, и наполеонов, которые я пробовал, аж выговорить невозможно, настолько слюна идет, стимулирует пищеварение очень легко ну и приятно, поэтому вы можете использовать вот это простое простое блюдо для укрепления своего собственного организма, особенно сердечно-сосудистой системы, и особенно своего собственного сердца, поэтому используйте его и оздоравливайтесь, с вами была целебной кулинарии, до новых встреч! Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии, только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни, пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться, и помните заповедь древних врачевателей, пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария, до новых встреч! с вами была субтитров сегодняшнего до новых плюс пища покрытие сел блокно лекарством